Крупнейшее за всю историю наблюдение наводнение в бассейне Амура вызвало оживленную дискуссию на извечные темы «Кто виноват и что делать?». И если на первую часть вопроса ответа практически найти невозможно, то на вторую он лежит, что называется, перед глазами. Многочисленные компании наперебой предлагают свои услуги по страхованию движимого и недвижимого имущества практически от любых капризов природы и поползновений злоумышленников. Но в этом случае нужно грамотно заключить договор. Глубина погреба нашего полтора метра. Здесь плавают все мои соленья, все. Дом перекосило, двери не закрываются, доски все поднялись, плинтус отвалился. С масштабами разрушений на Дальнем Востоке проблемы, возникшие у Галины Черных, конечно, не идут ни в какое сравнение. Но перечет этих убытков как нож по сердцу. Здесь между рядами до уровня гряды стояла вода. Все грядки были тоже во влаге. Ранетка тоже стояла полностью в воде, полукультурка. Тут лук рос, морковка. Вот картошка. Мы ее даже не выкопали. Вот тоже кустики тоже уже померли. К началу августа подъем грунтовых вод, купи с проливными дождями, сделали свое грязное дело. Видите как, грязь какая. Ходить невозможно. Здесь вода была вот до этих пор. Все вот мои лямки эти посаженные, все погибли. Еще 24 года назад Галина Юрьевна выбрала в свои договорные партнеры розгустрах. Некоторые не живут так долго даже в официальном браке. Теперь она надеется на помощь договорного спутника. Но стоит ли питать такие иллюзии? Даже верные мужья бросают жен на излете жизни. Что ж тут говорить о страховой компании? Впрочем, все это лирика. Чтобы понять, имеет ли Галина Черных право на страховую выплату, надо разобраться, что называется по понятиям. Она сама называет все случившееся по-разному. У меня случилось наводнение. А вот еще один вариант. Такой несчастный случай случился. И, как говорится, один на посошок. И эта беда не только на нашей улице. То, что эта беда, понятно и ребенку. Но в том варианте, за который заплатила наша дачница, среди страховых случаев, связанных с водой, мы отыскали наводнения, паводок и необычные для данной местности атмосферные осадки. Первые две позиции отметаем сразу. Относительно третьи идем на консультацию в гидромедцентр. Наиболее обильные интенсивные осадки выпали в мае, июле и августе. И оказалось, что если ограничиться периодом с мая по июль, то лето этого года было всего лишь на 13-м месте в ряду наблюдений. Август вывел лето этого года в лидеры по режиму осадков. Но как эта немилость небес могла повлиять на подъем грунтовых вод? Грунтовыми водами вообще занимаются не гидромедслужбы, а занимаются службы геологов, гидрогеологов и так далее. По крайней мере, судя по ситуации у меня на даче, обильные дожди, во-первых, рекордные в густовске, во-вторых, подъем грунтовых вод, они вызвали подтопление многих участков в нашем обществе. То, что в этом году были подтоплены ряд дачных обществ, подтверждают и на Новосибирской ГЭС. Чтобы эта сложнейшая гидрологическая машина работала как часы, вода из водохранилища проходит не только через агрегаты. Делаются и холостые сбросы. В этом году довольно удачно прошли половодие, то есть уровень Нижнем Ефе по водопосту Новосибирска не поднимался выше 400 сантиметров. Критичным для города является уровень 500. Небесная канцелярия распорядилась в этом году таким образом, что максимум холостых сбросов пришелся на конец мая. Холостые сбросы всегда проводятся, исходя из того, что у нас водохранилище, полезный объем всего 4,4 куба километра. Водохранилище у нас сезонного регулирования, то есть как вот на Дальнем Востоке, там Зейское, Бурейское, многолетние притоки, мы не можем аккумулировать. Я надеюсь, что Росгострах выплатит мне какую-то компенсацию. Нас заинтересовал другой вопрос, а имеем ли мы право, приходя к страховщику, настоять на своем варианте перечна страховых случаев? Договор можно в течение, конечно, срока действия поправлять по обоюдному согласию сторон и опять-таки в соответствии с правилами страхования и в соответствии с гражданским кодексом. Итак, свобода этой договорной мысли – понятие весьма условное. Мы решили экзаменовать один из филиалов Росгостраха на готовность расширить границы страховых случаев. Если вот я дома их прочитаю внимательно и хочу какие-то внести свои коррективы. Нет. Нельзя? А какие? У нас по этим правилам мы страхуем, то есть вы согласны с ними или не согласны? Но даже если вам и удастся убедить страхового агента не ограничиваться прокрустовым ложа правил страхования, это удовольствие обойдется вам дороже. Потому что страховая премия рассчитана, исходя из рисков. Поэтому если добавляется еще один риск, ну скажем, паводок, наводнение, страховая организация может этот риск добавить, но при согласовании сторон и при уплате дополнительного страхового взноса. Если хотите, давайте сделаем. Только дороже захватят. И даже если Росгострах и проявит милость, речь будет идти только об ущербе самого дома или внутренней отделке. Об убытках из-за потерянных помидоров, огурцов и провизии запасенной погреби придется забыть. Такими были правила договорной игры.